всем привет коллеги но сегодня я думаю вот этим практикум завершить довольно таки длительную тему компиляторов котлин практикум будет состоять из четырех достаточно простых демо просто понять что компиляторы действительно работают и как они это делают целевая аудитория наша расширяющаяся и растущая как всегда энтузиаст программирование на котлинт для android используя современные тренды и методы в том числе джек под композ девиц сохраняем для практик мог один и один и тот же делай как мы то есть делай как я делай с нами делай лучше нас вам практикума как я уже говорил продемонстрируем элементы на лентарных примерах работы компилятора на на windows на линукс на старом образце macos на моджев и на bigzuri а все это о чем от 11 компиляторов о котором шла речь на предыдущей лекции как я уже говорил есть естественные и первоначальные способы компилятор изначальный компилятор который производит нам код для джава вышел машин если формате джар но это все увидите и два менее естественных даже сказал с какой точки зрения противоестественных вариантов но которые значительно расширяют горизонты применимости котлина это котлин джейс который позволяет генерировать джава скрипт на выходе а также котлен эти в которые позволяют генерить родные экзешники под ту платформу на которую вас на которую устава вас установлен этот самый компилятор так мы не буду всю лекцию пересказывать в первом приближении если вы установили компилятора я надеюсь что установили с помощью тех инструкций которые я давал первое первое приближение проверяйте просто запускайте версию проверяйте что у вас установила сейчас покажу как это делается на примере итак открыли командную строчку зашли вот ко мне кое-котлин компайлерс где у меня установил установлен котлины эти в котлин си ну и просто можем вот взять вот этот вот ватничек который у меня здесь есть просто чек компайлерс так смотрим вот я уже вам говорил не очень люблю с батниками работать но видим здесь до версия но откуда линейтеф там не очень хорошо было видно давайте он просто это еще больше не думали что я вас тут обманул просто берем вот так вот вот линси в общем все это конечно всегда долго немножко надоедает ждать ну вот смотрите это котлин си это синоним котлин си gvm на самом деле то есть если вы сделаете здесь котлин си мбл gvm уже самая ванная выйдет на выходе номер один теперь котлен си джи с джи с вершин ну давайте здесь он здесь немножко ругнется как я вам обещал потому что мы используем скажешь что ребята вы используете деприкатит версию что надо использовать airbase компайлер вот но в нашем случае это можно спокойно игнорировать вот он котлен джи с 1.8 на как мы последний наш давайте ли он тут на этих вершин ну вот 180 копе котлены этих что и требовалось доказать итак увидели что у нас компилятор установились на windows дальше есть желание протестировать ну как я вам говорил вот есть у меня такая замечательная утилитка которую потренировался сделала загрузил на на гид сейчас покажу как она работает а потом обсудим результаты ну допустим вы ее клонировали вот у вас образовалась директория демокомпайлдерс я кстати открыл гид баш что больше не связываться с командной строкой виндер добро пожаловать в линукс уже сейчас переходим вот примерно так выглядит ее наполнение то что там есть ну и собственно мы можем просто здесь выполнить командочку шоу компайлерс ну и полюбоваться на ее вывод сначала она должна собрать три филл word приложение для gvm для gs и для native потом их запустить а потом вывести параметры среды там java но но джейс который установлен ну потом собственно все потерять за собой все что она натворила ну вот джар собрался как я уже говорил имеет смысл делать джарники класса джарники так опять идет ругань небольшая со стороны это джесса сейчас он тоже соберется сейчас java script должен породиться вот таким образом подождем да вот хилл джейс билд паст иначе собрался будем надеяться собрался кстати если не собрался может она и не ругнул не ругнется не проверял может у себя проверить скачать проверить так и на этих должен собраться но в любом случае мы увидим потом собралось что-то или что-то не собралось и обратно с этой ошибкой уже будем разбираться если что вдруг но по идее компилятора на месте вот я думаю тоже на месте вообще надо было мне конечно проверить пищем запускать ну ладно уж простите такое самонадеянный так ну смотрите все прекрасно утилита меня не подвела вот hello kotlin gm hello kotlin gs hello kotlin native это значит что все три исполняемых файла собрались нормально вот в такой вот как здесь нарисован на версии среды то есть вот этого джава это это соответствующий нот и соответствующий соответствующим пену все теперь она вычищает то что то что то что мы делала мы пока останавливаем синдром также это будет все работать и на линуксе и на маке так друзья ну этот этап мы успешно преодолели теперь можем немножко более подробно остановиться вот на этих двух простеньких примерах о которых я говорил на лекции один для найти вы и живем а другой для gs на них мы посмотрим опции компиляторов и я попытаюсь вам доказать что в общем-то эти аукции компиляторов которые здесь не написано они действительно бенды 3 минимально обязательны и без них у вас очень что-то может и не срастись если будете делать даже и увидим что может не срастись так ну вот значит смотрим вот наш филок от и который просит предпредставиться потом сразу же выводит ваше имя и желает вам хорошего дня и про просит нажать любую клавишу для прекращения этого интересного диалога а вот hello.js.kt исходник который мы используем для для джаваскрипта так мы сейчас с вами в той же самой директории и попробуем для начала поработать живем давайте сначала сделаем так напишем просто код линси только чтобы мне память не напрягать посмотрим кат compile gvn то есть здесь правильная рабочая строка мне тут все не выдумывают ничего так нету ну как всегда начинающим показывать так ну вот код линси джи вем бат анкл трон тайм хэлл кт давайте сначала с вами лучше попробуем ну как я уже говорил здесь можно просто код линси это и просто напишем отель посмотрим что образуется ждем этот процесс тоже не одномоментный так родилось родилось то что то что родилось у нас называется хэллоу кт класс и мы этот хэллоу кт класс можем с вами прекрасно протестировать таким образом то есть пишет кот линси такая утилитка и пишем хэллоу кт класс нужно хэллоу кт даже написать просто ну ладно посмотрим давайте интродюсер с дмитрием привет дмитрий нажмите любую клавишу для возвращения то есть вроде бы все здорово вроде бы хэллоу кт класс работает но теперь внимание засада делаем вот так джава а вот смотрите то есть вот так эта штука не работают поэтому возвращаемся к правильной строчке и чуть-чуть ее меняем все таки как я вам советуем делаем джарник это кот линси будет а а лоу кт извините что так подробно но вот просто хочется чтобы не было никаких недоговорок непоняток почему я делаю так и не по дорогам д хорошо сделаем джарник опять ждем здесь уже немножко дольше так тоже вот он родился наш джарник хэллоу кт вот он сейчас секундочку вот этот джарник можно даже даже так его открыть да вот видите мета инф и хэллоу кт класс запомнили да хорошо опять пытаемся джавой заставить его работать ну теперь уже запускаем так джава джар джар ну вот опять смотрим вот такая ошибка выскакивает ну класс фаунд дефонтера вот и вот теперь мы приходим к тому что пожалуй единственным правильным вариантом будет вот следующий который я вам изначально и советовал давайте как компайл вот надо включить include runtime сделать вот так ну и давайте тогда просто сейчас наверное компайл бат вот так наверное так что будешь мне тут не переписывать по 10 раз одни и те же вещи сейчас по идее должен родиться новый джарник вот не знаю не будет ли конфликта заменит он его будем надеяться что заменит если не заменит сотрем сотрем старый наверное сделаем новый сейчас посмотрим вот include runtime обратили внимание так что-то родилось давайте опять мы его глянем да родилось правильно это новый файл заходим в котлин и видим здесь вот всю вот эту самую прелесть котлинновскую стандартную это то что называется include runtime вот это вот runtime который ему требуется давайте проверим повторяем java njr hello kate поехали ну извините не все сразу так что же там такого коробка ладно сейчас посмотрю разберусь пока останавливаем а ну правильно медик должен быть внимательным но не брезгливым так java jar извините hello jar вот introduce your cell дмитрий никита ритон все смотрите значит джарник работает и в таком виде работает значит опции о которых я говорю оправданы теперь мы с вами переходим к следующему нашему больному мы будем смотреть compile gs бат давайте да может здесь посмотреть compile gs бат вот вот так здесь видите какая штука наверное не буду вам это все таки все повторять просто просто еще раз расскажу зачем а потом запустим и породим это чтобы не тратить время уж совсем элементарные вещи значит запускаем из вот этого исходника создаем output hello gs вот эту директиву мы используем потому что иначе она просто не породит этот hello gs мы должны указать что да мы используем старый legacy компилятор да и модуль kind common gs здесь есть text plane по моему вариант вы можете посмотреть но в общем короче говоря его делал мне не понравилось сейчас не вспомню точно чем показалось что здесь более точно так ну давайте сначала его пройдем просто запустим вот этот вот compile gs бат ну я надеюсь что смотришь по моему а господи ну как всегда так ну да естественно спешка нужно привык любых поехали вот он начинает собираться мпм вот и вот смотрите этой пошла установка требуем модуля котлин и вот сейчас он должен породить это ну давайте посмотрим теперь что у нас зато все получилось вот обратите внимание у нас образовался над модулс и в нем уже котлин то есть вот без этого котлина и без этой командочки старт нпм нпм инсталл котлин точнее нпм инсталл котлин ничего у вас работать не захочет почему да просто потому что вот в вашем замечательном красивом файле вот здесь как видите есть ссылочка рекуая котлин и вот этот котлин который очень похож на живые на живые муске тот который мы видели там он в архив идет а здесь вот этот модуль вот таким образом скачивается и устанавливается так что об этом не забывайте так ну и у нас с вами осталась последняя задачка на на виндах это собрать 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 на этих то есть собрать экзешник и больше того этот экзешник должен работать ровно так же как работает jar который ну то есть помнить по идее это все должно быть очень просто все равно я на память не надеюсь я посмотрю компайн эти работ ну вот и просто вот сейчас давайте я попробую он он си потому что это тоже это синоним рискую прямо при вас не будет работать напишем по дорогам понятно радио а help output у нас будет ад адовый ну ничего запустим тоже видите долго думает долго соображает ему надо создать экзешник хэлэкзэ так пока думает так ну че у нас хэлэкзэдэ ждем не знаю может вдруг конан си не понравится я родился хэлэкзэдэ родился вот он можем запустить его здесь а можем запустить здесь а это здесь ну конечно но у меня с одного раза сегодня простите просто ну никак так дмитрий и вот на самом деле программа мы с вами выполнили с вами сейчас но на что хочу обратить внимание что как мило у нас получилось то есть мы смогли собрать джарник смогли собрать точно такой же экзешник в принципе на одной и той же платформе то есть вот вот вам кроссплатформенность вот у вас кроссплатформенность и мультиплатформенность пожалуйста ну и естественно еще и собрали там джиэс ну он немножко отличался но ровно так же мило работает так что вот собственно это основная часть которую я хотел показать на windows коллеги ну в общем надеюсь я вас убедил в силе и мочи этих трех составляющих троицы этой компилятор компиляторов и также убедил что если вы запускаете их в варианте стендалон очень хорошо все таки использовать вот такие опции которые я вам предлагаю которые показаны в этой табличке так что если что пользуйтесь и не говорите что вы не видели так сгенерированный архив HelloJar это вы уже видели это я вам показал сгенерированный джава скрипт который требует Kotlin я вам его тоже показал так то есть мы с вами по среду windows решили три проблемы которые касаются кросс и мультиплатформенных способностей Kotlin то есть мы породили джавский jar который запускается с помощью gm мы породили javascript под Node.js и мы породили родной экзешник все видели ничего не скрою вот и на этом собственно вот наши мы попадаем опять же к этому кружку которую я хочу еще раз и еще раз чтобы отпечатался в вашей памяти вот так это работает так но у нас остались еще три среды посмотреть это линуксовая среда это среда старого мака и нового мака под который уже все будет работать так что переходим туда там я буду постараюсь быть чуть-чуть побыстрее так друзья ну вот мы тут с вами на Ubuntu на линуксе так что можно было конечно по SSH это сделать более красиво меньше ресурсов сожрет но так чтобы уж вы видели что это Ubuntu самое настоящее заходим туда открываем терминал так как то так ну давайте проверим что все на месте то есть у вас тоже так же должно быть если вы поставили все правильно согласно моим инструкциям на на линуксе ну вот он gvm kotlinc так и скрипт смотрим ну вот та же самая ругатня происходит которое я вам говорил что так kotlinc kotlinc и нэти что здесь естественно свой нэтиф да и как я вам тоже говорил ставить ставить я рекомендую вот сюда OPT kotlinc bin kotlinc ну да и пути вот эти вот и вот это вот пути пути эти должны прописываться в хрси или заз заз шерси здесь борьба шерси потому что это но у бунта тот линьси вот видите они живут по соседству но в разных территориях котлин си это живем и gg живет у 5 котлин си а найти найти вы всегда отдельно живу котлин эти берегу принеси на этих так и перейдем сейчас дима компейлерс да вот здесь уже клонирован волшебный утилитка просто моё запустим и на этом исполняемся в общем-то без каких-то причуд просто увидим что она делает ровно то же самое что делала на windows перед этим ну вот обратите внимание опять таки здесь устанавливается необходимый для ноды джейс модуль котлин после этого собирается хилл джейс который будет использовать модуль котлин а вот она и собственно пока все идет ровно потому что сценарий который был а windows ждем ну вот прошли все три желаемых желаемых нами приветствие от живем а джиеса от навитива но и здесь обратите внимание что установлено open gdk фонтайм инваймент джеки 4-битный сервер виртуальная машина то есть вот на нем бегает джар а здесь же ну вот опять же джиндж с гудания 180 это что и требовалось доказать но правда в своих вариантах для линукса как можете видеть да вот ну и not у нас 1950 mpn 931 теперь мы все зачищаем все сделано все хорошо все счастливы и собственно здесь можем пока с линуксом попрощаться и попытаться перейти на на системы мак итак коллеги прошу вас простить все таки я по поводу mac os и виртуалок на которых они у меня развернуты я решил не тревожить нежные чувства яблочников не и не демонстрировать в пиратских пиратских вариантов на всякий случай ну поверьте мне что все работает равно также как на windows на linux единственное помните всегда о том что минимальная версия если вы хотите избежать ошибок и задействовать x-код для изготовления на этих applications на маках вы должны поставить под как минимум на big sur и на нем должен работать x-код не ниже чем 1251 вот такая наводка от меня так принципе тому всего ровно тоже сам и таким образом наша картинка 3 единство комплектовый к котлина и широкие горизонты котлина то она здесь собственно вам и нарисована вы можете генерить java скриптовые из исходников котлина и наконец вы можете прибивать гвоздями свои на этих applications которые не требуют никаких подушек в виде java virtual machine или engine по джейс вот все это происходит у вас на windows linux или macos вот такой замечательный наш common котлин который у нас распадается на три единые неделимые при этом части взаимодополняющие gvm gs и и на этих надеюсь вот эту вот картинку вас полностью в памяти отпечаталась и теперь мы можем смело обратиться к следующей картинке и пойти дальше работать уже не только с нижней части на которой собственно продолжить зиждется вся верхняя часть но и поработать с android sdk для android us и кмм sdk которого не так много знаете но подозреваете что он построен как я вам говорил на android sdk его андроидовская часть а его айосовская айосовская часть задействует задействует для про для сотворения алиус mobile application интероприабилити глубокую интероприабилити котлина и свифта и обжекте все а также средства естественно x-кода которые также используют котлина этих ну вот об этих вещах мы будем уже говорить естественно не в том ручном режиме в котором мы изучали компилятора мы не будем подпирать директивы самостоятельно будем использовать для этого очень мощное и тонкое средство называемая граду которая автоматизации блюдов с которыми и которому я все-таки решил посвятить еще одну лекцию сюда же вставить немножко агит совсем чуть чтобы было чтобы вы минимальными средствами могли размещать на свои произведения искусств программ про программных искусств на на гите в своих собственных репозиториях и потом также легко переносить как это делал я с помощью гиткло как всегда презентация доступна для скачивания вот здесь вот она пользуйтесь читайте вот и до новой встречи в этой третьей лекции постараюсь все-таки только-то немножко повысить темп о чем меня просят ну такой уж я извините уже к старости сыновой спидантичный что вот все хочу разжевать и показать что чтобы вот к гвоздиков понятно ну надеюсь вам тоже это интересно хоть может быть и немножко заново так как всегда вопрос предложения замечания камня вот сюда буду рота вас видите там кстати я уже тоже у нас на на сайте уже выложил даже и все вот эти вот наши наши с вами ссылочки можете просто сюда заходить открывайте смотреть и так за всем прощаюсь обещаю очень скоро скоро вернуться как тот карлсон всего доброго до новых встреч